Там написано, и из котов породу их, присмыкающих породу их, не имеет значения абсолютно как вы выглядите, не имеет значения из какого расы, не имеет значения все то, что вы прошли, не имеет значения ваше образование. Бог хочет видеть вас в ковчеге. Бог хочет видеть вас в своем царстве. Он создал вас для того, чтобы было жизнью, для того, чтобы было жизнью в его ковчеге. Он вложит что-то в вас, которое будет благосостояние для множества людей. И я призываю вас сегодня, пожалуйста, больше никогда не говорите негатив в свою сторону. Больше никогда не говорите, что я мало стою. Больше никогда не говорите, что все равно есть вы или нет. Часть жизни Бога течет через вас. Осознайте вот эту жизнь. Потому что если мы его не осознаем, порой мы сами не сможем получить ползу от этой жизни. Но если мы его осознаем, мы сможем получить эту жизнь до избитка, а потом начинать поделиться с другими людьми жизни Божией. Итак, моя сестра, итак, дорогие друзья, итак, все телезрители, которые есть женщины, Бог говорит в паре. Давайте будем работать в паре. Давайте будем поддержать руку друг другу. Давайте будем работать вместе для благосостояния нашего дома, нашей семьи, нашей церкви, нашего общества, нашей страны и мир целым. Когда вы начнете верить в то, что вы несете жизнь, когда вы начинаете верить, что вы агент жизни, и вы начнете что-то делать, скорым образом Бог будет подниматься, от вас. И вы не заметите, как вы станете огромным благословением для всего мира. Пожалуйста, никогда не забывайте, что пока есть дыхание, вы несете жизнь. Пока вы можете верить, вы несете жизнь. И вы всегда должны делить эту жизнь с окружающим. Вы всегда должны работать парой с этой жизнью, для того, чтобы вы могли оставить наследие, для того, чтобы было за что помнить вас, когда вас уже не будет. Иисус живет на земле. Он оставил нам свою жизнь. И до сих пор мы живем вот этой жизнью, жизнью с избытком. Что мы оставим? Еще не поздно. Мы можем осознать все то, что Бог дал нам, и начинать делиться это с другими людьми. И мы будем видеть, как жизнь людей будет меняться от того, что мы поделились с ними этой нашей жизнью. Так что я очень сильно поощряю вас, очень сильно, сильно, сильно верю, что больше никогда не будет пассивной женщины. Больше никогда не будет женщина, которая будет низко смотреть на себя. Больше никогда не будет женщина, которая будет судить себе по прошлом, которая будет сидеть в прошлом, которая будет постоянно вспоминать то, что было в прошлом. Нет. Есть сила жизни в вас. Есть настоящая у вас. И благодаря настоящим вы можете создать совершенно красивое будущее. Старый прошел. Вы можете просто делать выводы старого. Вы можете просто извлекли уроки из прошлого. Вам не разрешено жить в прошлом. Особенно если он плохой, и она всегда вызывает у вас на самосожаление, она всегда тянет вас назад. Пожалуйста, больше этого не сделайте. У вас в руках сегодня настоящая, вы можете принять жизнь Бога в настоящее. И последующий в вашей жизни, это уже вот эта жизнь Бога, уже будет течь, везде, все время в вашей жизни.